МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика. С событиями прошедших выходных и понедельника вас познакомлю я, Елизавета Хмелева. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тарифы ЖКХ. За что мы платим? Одну из самых злободневных тем обсудили на еженедельном совещании у главы Чувашия. В Чебоксарах открыли штрафплощадку для эвакуированных автомобилей. Как машины туда попадают и как их потом забрать? Рыбалка не простая, а призовая. В Чебоксарах прошел первый масштабный фестиваль под ледной ловли. О тарифах за коммунальные услуги с начала этого года говорят все. Президент Путин на встрече с профильным министром высказал свое возмущение. Многие региональные чиновники от ЖКХ в регионах страны потеряли свои посты. В Чувашии до отставок не дошло, но ситуацию с платежами мониторят постоянно. За качеством оказания услуг горячего водоснабжения и отопления следят Госжилинспекция, Минстрой Республики и другие ведомства. Нарушения имеются. По некоторым управляющим компаниям рост тарифов составил 30%. О том, как осуществляется мониторинг тарифов за коммунальные услуги, говорили сегодня на еженедельном совещании главы Республики с членами правительства. С 1 января этого года в Чувашии были установлены новые тарифы на горячую воду. Стоимость куба горячей воды стала зависеть от типа системы теплоснабжения, функционирующей в конкретном многоквартирном доме, открытой или закрытой. В квитанциях за услуги ЖКХ в строчках отопления и горячая вода появились суммы, которые превышают прежние платежи. Данные изменения существенно отразились на оплате жилищно-коммунальных услуг в 1212 многоквартирных домов это по городу Чебоксара, что составляет практически 49% от общего количества многоквартирных домов города и 521 многоквартирном доме города Новочебоксарска. То есть практически 97% от числа многоквартирных домов города Новочебоксарска. С учетом принятых решений по пересмотру тарифов на тепловую энергию и горячую воду размер совокупной платы граждан за коммунальные услуги для населения город Чебоксар в 2013 году увеличился в среднем на 4-5%. Для населения город Новочебоксарск уменьшился в среднем на 2-3% по отношению к декабрю 2012 года. 1 марта Кабинет министров республики принял решение о приостановлении действия двух компонентных тарифов за горячую воду. Тем, кто уже успел оплатить по новым тарифам, управляющие организации сделают перерасчет. В результате приостановления действия новых тарифов размер платежей граждан, проживающих в городах Чебоксара за коммунальные услуги в первом полугодии 2013 года по отношению к декабру 2012 года останется без изменений. Для населения города Новочебоксарска размер платежей уменьшится в среднем на 3-4% в связи со сменой с января 2013 года поставщика тепловой энергии. В то же время, в январе текущего года под 312 многоквартирных домам города Чебоксара на изменение платы за коммунальные услуги повлияла корректировка платы за отопление по итогам 2012 года. Из них по 170 многоквартирным домам произведен возврат в размере 26 миллионов рублей, по 142 многоквартирным домам произведено до начисления в сумме 13 миллионов рублей. Но многие управляющие компании допускают грубые нарушения при начислении и до начисления платежей, поэтому мониторинг тарифов за коммунальные услуги будет продолжен. Затем, чтобы перерасчеты были сделаны правильно, должны следить не только управляющие компании, но и сами жители многоквартирных домов, отметил глава администрации города Чебоксара Алексей Ладоков. И в госжил инспекцию за два месяца уже поступило более тысячи обращений от граждан. Нужно принять соответствующие меры превентивного характера для того, чтобы вытеснить с рынка недобросовестных должностных лиц, которые управляют этими управляющими компанией. Продавайте, осуществляйте проверки и публично рассказывайте о безобразиях населению, о положительных моментах тоже надо рассказывать. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Меньше месяца остается до старта проекта внутренние воздушные региональные перевозки пассажиров в ПФО. Он экспериментальный. Суть его в том, чтобы стимулировать внутренние воздушные перевозки в Поволжье. Пока оговариваются сроки с 1 апреля по 30 ноября 2013 года. Соответствующее постановление премьер-министр России подписал еще в январе. Авиакомпаниям, которые осуществляют внутренние региональные перевозки в Поволжье, государство возместит половину стоимости билетов. Это значит, что пассажиры будут оплачивать лишь оставшуюся сумму. Расходы, которые берет на себя государство, будут возмещаться из федерального и республиканского бюджетов в равных долях 50 на 50. Воспользоваться льготой, то есть оплачивать только половину стоимости билета смогут все пассажиры. Республика уже определилась с перечнем маршрутов и количеством авиарейсов. Из Чебоксарского аэропорта самолеты будут летать в Самару. Это 10 авиарейсов в неделю. Саратов, 7 и Уфу. 14 авиарейсов. Предположительно, билет до Самары будет стоить 5860 рублей. Пассажиру нужно будет заплатить лишь половину, а это 2930 рублей. Все остальное компенсируют федеральные и региональные бюджеты. Перелет из Чебоксар в Саратов обойдется всего в 11 828 рублей. Из этой суммы 5914 должен внести пассажир. Чтобы долететь из столицы Чуваши до Уфы, понадобится 8 789 рублей. 4 395 рублей из них платят желающие воспользоваться перелетом. Ожидается, что пилотный проект оживит воздушные перевозки в регионе, увеличит пассажиропоток и поддержит выточный Чебоксарский аэропорт. Авиаперевозчик будет определен на конкурсной основе. И до 15 марта Росавиация заключается авиаперевозчиком договор на представление субсидий. Объемы ассигнований в бюджете Чувашской республики необходимые заложены. Это сумма 5 781 000 рублей. И соответствующие средства в бюджете 2013 года предусмотрены. Депутат Госдумы Алена Аршинова побывала в Кугейской коррекционной школе-интернате. Что необходимо для того, чтобы дети, не живущие в семьях, могли почувствовать себя полноценными членами общества с равными возможностями. Об этом и многом другом шла речь. Ребята, которые живут и учатся в Кугейском интернате, не могут обучаться в обычных школах в силу особенностей своего развития. Но это не означает, что они должны быть ограничены в своих возможностях, которых немало. Например, многие добиваются хороших спортивных результатов. Есть творчески одаренные дети. Картины выпускника прошлого года неоднократно занимали призовые места на всероссийских и республиканских конкурсах. Алена Аршинова поддержала ребят в их стремлении к самовыражению, пожелав только, чтобы они не позволяли вредным привычкам брать верх над характером и дисциплиной. Еще Алена Игоревна посоветовала шире использовать возможности интернета в учебных целях. Все же мы на протяжении всей жизни учимся. И образование нужно... Это самое главное. Не то, что в школе учиться, а больше читать. Вот сейчас в интернете есть просто все. Просто все. И вот это тоже вам решает, на что вы тратите время, которое вы проводите в интернете. Очень важно не останавливаться на достигнутом. Постоянно расширять круг своих интересов, заметил депутат госсовета Чувашии доктор Николай Николаев. На дощечке можно нарисовать сначала какую-то картинку, карандашом, а потом эту картинку обводить специальным вот таким выжигательным аппаратом. И даже можно будет потом раскрашивать цветными фломастерами эту дощечку. И будет очень красиво. А если еще и серку лаком покрыть, будет вот такая красота, которую можно будет потом приехать на каникулах, подарить своим друзьям, родственникам, родным, близким. Гостям показали и спортивные залы, и учебные классы, и игровые комнаты, где с ребятами занимаются волонтеры из педагогического университета. Члены отряда корпорации «Добра» регулярно навещают маленьких жителей – детдомов, интернатов, социальных центров. Мы хотим поделиться своим опытом, хотим научить их тому, что знаем сами, и хотим научиться от них чему-то. Ведь и дети, и взрослые должны учиться друг от друга. Мы хотим дать им понять, что они не одни, чтобы они были счастливы и смогли развиваться. Алена Аршенова обсудила с педагогами школы-интерната различные вопросы, в том числе и возможности усыновления. А здесь учатся как ребят из полноценных семей, так и сироты. Депутата Чувашия рассказала, что работа над нормативными актами, предусматривающими увеличение выплат усыновителям детей-инвалидов, а также сохранение квот на лечение за такими ребятами, идет полным ходом. Долгое время, конечно, в нашей стране были такие проблемы, из-за которых иногда был дефицит внимания таким детям. И, конечно, сегодня это нужно в максимально сжатые сроки исправить и преодолеть. Елена Гальперина, Алексей Иванов, Александр Петров. Республика. У Чувашского таможенного поста новый начальник. Его возглавил уроженец республики Марат Гараев. До этого он руководил Марийским таможенным постом. Приказ о его назначении был подписан недавно. Сегодня нового начальника Чувашской таможни представили главе региона Михаилу Игнатьеву. Специально для этого в республику прибыл руководитель Нижегородской таможенной службы Вениамин Васильев. В рабочей беседе было отмечено, чаще всего с их ведомством взаимодействуют предприятия электротехнической отрасли, а также завод по производству солнечных модулей. Доля Чувашского экспорта на мировом рынке увеличивается с каждым годом. Вениамин Васильев также отметил, что в общероссийском рейтинге республика признанный лидер по электронному документу обороту. 99% деклараций уже подается через интернет. В рамках реализации дорожной карты по становлению правительства Российской Федерации Андрей Юрьевич Белянина будет ежегодно отчитываться перед правительством о создании благоприятных условий для бизнеса. Ухудшается или улучшается? Да, да, да. Ухудшать не имеем право, только имеем право улучшать. Ряд показателей есть, да, очень серьезные показатели, в том числе о снижении документа оборота на бумажном носителе. Почти 4000 человек, 660 единиц техники, будут обеспечивать прохождение паводка в Чувашии в этом году. Чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводковых вод, прогнозируется не больше, чем всегда. Отметил исполняющий обязанности председателя Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Олег Павлов. Также Олег Павлов рассказал, что на конец февраля средняя высота снежного покрова в республике составляет 31 сантиметр. Это соответствует средним многолетним значениям. В зоне возможного затопления расположено 58 населенных пунктов, 1137 жилых домов, численностью населения 2613 человек. Органами муниципальных образований определены порядки эвакуации и места временного размещения населения. В настоящее время на водоемах республики наблюдается зимняя ледовая обстановка. В апреле в интернете появится портал универсальной электронной карты. Через него можно будет оплатить государственные услуги, а также рассчитаться по коммерческим услугам, заплатить за связь, ЖКХ, приобрести проездной билет на общественный транспорт. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на главу аналитического управления департамента общефедеральных технологий УЭК. Зарегистрироваться на портале можно по универсальной электронной карте. Оплачивать услуги возможно разными способами. Как с помощью УЭК, так и банковской карты. Через онлайн-банкинг и интернет-кошелек. Вместе с тем УЭК предназначена для расчета за госуслуги внутри страны. Это значит, ею нельзя будет воспользоваться за рубежом. Алексей Тарасов сообщил также. Вместе с каждой универсальной картой, скорее всего, будет выдаваться карт-ридер для подключения к компьютеру. А данные на УЭК можно будет просматривать и изменять. Правда, корректировать возможно только адрес, телефон, номер возительского удостоверения, номер свидетельства о регистрации транспортного средства. Паспортные данные или ИНН останутся неприкосновенными. Их можно будет только просматривать на экране компьютера. Остается добавить. В стране изготовлено 17 тысяч УЭК. Подано более 30 тысяч заявок на выдачу карт. В Чувашии универсальную электронную карту на 28 февраля этого года уже получили 52 человека. Как защитить детей от курения? В числе прочих мер в России установлены ограничения. Между местом продажи табака и образовательным учреждением должно быть не менее 100 метров. Прокуратура Ленинского района проверила, как исполняется эта мера. В рейд вышла и наша съемочная группа. Не все предприниматели соблюдают закон. Два киоска по улице Гагарин находятся буквально в двух шагах от детсада номер 61. В них свободно продаются сигареты. Проверяющие совершили контрольную закупку, после чего начали с помощью лазерного дальнометра измерять расстояние. Продавцы в замерах участвовать отказались. Оказалось, что от детей до сигарет менее 50 метров. Сразу на месте составили акт о нарушении. Испуганный продавец в киоске «Чуваш Печать» убрала сигареты с витрины. Если сигареты появятся снова, хозяину ларька грозит штраф и судебный запрет на реализацию табачной продукции. В прошлом году в рамках предыдущих проверок было проверено порядка 25 торгующих организаций, реализующих табачные изделия на территории Ленинского района. По результатам проверки прокуратурой района было подготовлено 7 исковых заявлений о запрете деятельности по реализации табачных изделий, 6 из которых исков было удовлетворено в полном объеме. То есть торгующим организациям, а именно юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям было запрещено реализацию табачных изделий. И одно юридическое лицо прекратило реализацию табачных изделий в добровольном порядке. Регулярные проверки планируются и в дальнейшем. В прокуратуре надеются, что это поможет защитить наших детей от вреда табачного дыма и сохранить здоровье подрастающего поколения. Дмитрий Точилов, Георгий Казнин, Евгений Анисимов, Республика. Еще Гоголь задавался вопросом, какой же русский не любит быстрой езды. В наше время езда стала не только быстрой, но и крайне опасной. Водители не соблюдают правила дорожного движения. Именно для таких нарушителей открылась новая городская штрафплощадка. Теперь чебоксарским автолюбителям придется внимательнее следить за своим поведением на дороге и тем, где они оставляют своих железных коней. В городе заработала специальная стоянка для задержанных автомобилей. Ранее машину отвозили на стоянку в Новочебоксарске. Необходимость такой штрафплощадки в Чебоксарах объясняется тем, что нарушителей стало много. Дорожная установка на дорогах города Чебоксары далеко не простая. И ни для никого не секрет, что зачастую водители не считают большим грехом сесть за руль в нетрезвом состоянии, либо не имея водительских прав, либо будучи лишенным прав водительских. В соответствии с российским заказательством все эти нарушения влекут за собой задержание транспортного средства и установку его на стоянку для предотвращения дальнейших тяжких последствий. Стоянка небольшая, всего на 45 машин. Руководитель стоянки уверяет, машины будут в безопасности. Работают камеры наблюдения, круглосуточно будет дежурить охрана, у которой есть кнопка экстренного вызова сотрудников полиции. Сам процесс эвакуации будет фиксировать камеры видеорегистратора, которым оснащен эвакуатор. Водителю эвакуированной машины придется раскошелиться. Каждый час стоянки стоит 43 рубля 19 копеек. То есть сутки на такой площадке обойдутся горе-водителям в 1036 рублей. Машину может забрать только ее собственник. И лишь при наличии письменного разрешения госавтоинспекции. То есть рукописная доверенность в соответствии с российским законодательством действует только на управление транспортными средствами, но не на получение транспортного средства со стоянки. Стоянка просуществует до лета. После планируют открыть основную площадку для задержанных машин в районе поселка Лапсары. Ну а пока у чебоксарцев есть возможность забирать свои автомобили в своем городе, не выезжая за его пределы. Ника Филиппова, Анастасия Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. Накануне мартовских праздников многие отправляются в столицу России. И очень часто жители республики путешествуют поезда. Так что в предпраздничные и праздничные дни спрос на поездки железнодорожным транспортом растет. Чтобы все желающие могли отправиться в путь без проблем, из Чебоксар в столицу России и обратно пойдут дополнительные поезда. Поезд Москва-Чебоксары отправляется из столицы нашей Родины 7 и 22 марта в 23.38. В Чебоксары дополнительный рейс назначен на 10 и 23 марта. Еще один состав Москвы отправляется 7 и 11 марта в 0 часов 20 минут. Возвращается 8 и 12 марта. Сказ о золотой рыбке на современный лад. Место действия – Чебоксары. Удочка и бур вместо невода и лодки. Рыбка неразговорчивая, но все же исполняя чудеса. За большие и довольно ценные призы в эти выходные сражались участники фестиваля «Чебоксарская рыбалка». Номинаций всего 6. Претендентов на победу набралось более 300. Увести с собой медали и дипломы – задача непростая. Как жители столицы боролись за рыбацкое счастье, увидел мой коллега Дмитрий Ковалев. Пушкину такое и не снилось. До старта фестиваля остаются считанные минуты. Рыбацкие орудия уже на готове. Ледовые буры, удочки, крючки самых разных размеров. У всех к рыбалке свой подход. О золотом, а точнее призовом улове мечтают многие. Ради победы хороши все средства. Будем рыбачить на безмотылке, пробовать. Такие снасти хитрые. Я думаю, на них что-нибудь поймаем. Что еще, если махачок-то большой? Ну, в основном там судаковые снасти, в принципе. Вот уж действительно рыбацкая наука. На судака и ерша одни и те же снасти не подойдут. Богатый улов удел только опытных. Глаз заядлых рыбаков уже наметан. Выбрать клевое место – настоящий успех. На удачу здесь полагаются все. Одному из первых на фестивале она улыбнулась – Сергею Ярмоленко. Условия тут могут быть разные. Все зависит от погоды. Но пока вот оправдал от себя. Я ни на что не рассчитываю. Просто рыболовное счастье – это удача. Рыбацкое счастье на фестивале попытали и городские чиновники. Глава Чебоксар Леонид Черкесов признался, что ему впервые довелось взять в руки бур и удочку. Обычно мэр столицы рыбачит летом. Но и подлёдная ловля пришлась ему по душе. К следующему фестивалю он обещает наловчиться ещё больше. Летом-то рыбачиваю. Рыбачиваю у себя на родине, в деревне. Но не часто, очень редко. Рыбалка тоже бывает инновационной. Кто-то бурлит лунки вручную, а кто-то крепит на свой бур настоящий двигатель. Глубину водоёма некоторые участники определяли при помощи вот такого устройства. Точные цифры на экране прибора появляются через секунду. Первоначально это измерение глубины, а потом, если есть подход рыбы, то можно обнаружить подход рыбы. И, в принципе, прям крючок можно сунуть прям, можно сказать, рыбе в рот. Даже самые заядлые рыбаки вовсе и не думали скрывать от своих жён, куда они пойдут в этот день. Многие приезжали сюда семьями. Представительницы прекрасной половины в процесс вникали быстро. А кому-то даже удавалось наудить из лунки с десяток окуней. Меня папа сюда пригласил на рыбалку. И сказал, что я буду участвовать. Мне это сразу понравилось и вовлекло в этот спорт. Мне очень нравится рыбачить. Устоять от такого угощения на фестивале не мог никто. Представить рыбацкий праздник без ухи невозможно. На споры её готовили здесь несколько поваров. Люди рыбалкой не увлечённые на крючок ловили не окуней, а пластиковые бутылки. Масштабным этот праздник организаторам сделать удалось. Чебоксарский фестиваль рыбалки проводится впервые, но он уже стал популярным. Изначально организаторы распечатали для его участников 250 нагрудных номерков. Не хватило. Рыбаков сюда пришло в разы больше. Момент истины взвешивания рыбы. Электронные весы показывают точный результат. Кому-то до победы недоставало трёх, а то и двух грамм. Елена с говорящей фамилией Рыбко до фестиваля никогда не брала в руки удочку. Первый блин комом не стал. Чем может постоянно рыбачить, что я первый раз. Первый улов, вот моя рыбка. Не расстроена, потому что так мало. Нет, не расстроена. Только немножко замёрзла, а так очень хорошее настроение. Не с пустыми руками с фестиваля ушли только мужчины. Вес самого большого улова превысил 700 граммов. Принесла подарки своему хозяину и самая крупная – 300-граммовая рыба. Дмитрий Ковалёв и Евгений Анисимов. Республика. Компания «Ростелеком» организовала в Чувашии зимние олимпийские старты. Весёлые игры, посвящённые Олимпийским играм Сочи 2014, прошли в Ледовом дворце «Сокол». Поддержал эту инициативу и женсовет города Новочебоксарска. Подробнее об этом сразу после выпуска новостей. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего вам доброго. До свидания. Спорт – это сила! Спорт – это жизнь! Да подойдёмся победить, соперник держись! Вот с таким боевым настроем приехали на зимние олимпийские старты ученики научебоксарской школы номер 6, 8 и 11, а также воспитанники городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Есть среди этих детей и те, кто вышел на лёд впервые. В преддверии этой олимпиады мы проводим такие олимпийские старты. Для того, чтобы воспитывать в молодом поколении здоровый образ жизни, для того, чтобы они действительно сплощались в коллективы, естественно, тем самым спортом повышали себе успеваемость и учёбу. Компания «Ростелеком» уже не первый год проводит подобные олимпийские старты. И на этот раз они собрали вместе более 80 детишек в возрасте 10-12 лет. Ученики школ участвовали в разных конкурсах. Одни катались на перегонке, другие определяли самого в метках хоккеиста в буллитах. Делать точные броски помогали самые лучшие тренеры средней детской юношеской спортивной школы номер 4. Все игроки старались получить больше очков и выкладывались на все 100. Поэтому было решено, что все маленькие спортсмены достойны звания победителей зимних олимпийских стартов. Всем без исключения достались дипломы и мягкие игрушки – официальные символы «Сочи-2014». На катке мне очень понравилось. В основном мне понравилось всё. Больше всего понравилось, как мы представляли команду. Понравились названия, девизы, речёвки других команд. Понравились призы. Тут тренера хорошие. Очень много тут чемпионов учились. В общем, на катке сегодня очень всем понравилось, я так считаю. Этот праздник в Чувашии завершил эстафету зимних олимпийских стартов, прошедший на территории Привожского федерального округа под девизом «Один год до начала игр». Всего в акции приняло участие почти тысяча учеников школ, воспитанников детских домов и интернатов нашего округа. Спасибо! Спасибо! Спасибо!